МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА НАТРАИН! Да что происходит? Объясните мне, наконец, зачем вы привезли меня сюда? Зачем меня вытащили прямо из совещания? Господин мэр, разрешите представиться, я главврач этой больницы Дмитрий Анатольевич Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что в городе свирепствует неизведанное доселе заболевание. Да вы что? Да, опасный вирус. Да. Поэтому мы решили обезопасить в первую очередь вас и первые лица нашего города. Вот это молодцы. Молодцы. Поэтому полежите у нас недельку. Ну, если надо, для здоровья, для города. Исключительно для города. Единственная проблемка, нам нечем вас лечить. Ни аппаратуры, ни медикаменты. Ни спирта для дезинфекции. Да прекращайте, мы же выделяли вам деньги на вот эту вашу... Вот эту вашу... А, не в офшоре. Ну, ладно, мы купим вам все необходимое. Благодарю вас. Подпишите вот здесь тогда. А, подпиши, подпиши. Спасибо. Ну, и там же отдельная палата у меня, евроремонт. А, скорее северокорейский ремонт. Ну, зато у вас есть выбор. Вы можете лечь в общей палате. Либо в коридоре. Там свежо, сквозняки. Очень хорошо. Ладно, мы сделаем вам ремонт. О, еще и ремонт. Спасибо. Я надеюсь, это все? Эээ, почти все. Анализы возьмем. Анализы? Да. А это не больно? Абсолютно. А их немного? Вообще. Одну секундочку. Доктор, а какие анализы? Людочка, все. Все, что только можно. Сейчас выборы на носу. Надо этим моментом воспользоваться. Полежит у нас недельку. Потом переведем его в инфекционку. Пока у нас тут ремонт закончен. А потом, глядишь, и всю больничку отремонтируем. Жаль, что в гинекологии ремонт не сделаем. Зато в урологии! Это да. А, кстати, в гинекологии тоже есть возможность ремонта. Понятно. Сверепый вирус. Сверепый. Жека, с днем рождения! А я думал, ты забыл. Ты что? Я просто хотел тебя поздравить, так сказать, в неофициальной обстановке. Закрывай глаза. Сюрприз! Ты что, бумага? Да! Та, которая тебе в прошлый раз подарил? Да! Тебе что, не нравится? Ну, вообще-то, подарки не от дарки. Ну, хочешь, я тебе ее продам? Недорого. Ладно, давай. Спасибо. Я приглашаю тебя на свой день рождения в стрип-клуб. В стрип-клуб? Вау! В стрип-клуб! Класс! Че ты орешь? Так повод есть. У Женьки день рождения. У какого, Женьки? Так у этого. У этого? Да. Так так бы горил сразу. У Рукожопова один. С днем рождения, Рукожопый. Спасибо, Нина Сергеевна. У меня для тебя подарок есть. Какой? Иксбокс? Иксбокс! Дебил. Нет, лучше. Иксбокс и новая Фифа на Иксбокс. Офигеть! Идиоты. Ты сегодня должен был офис драйвить. В честь твоего дня рождения Рукожопа один. Офис будет убирать. Рукожопый два. Мы вообще-то в бар хотели пойти пиво попить. Ну там. Тебе что, не нравится мой подарок? Нет, нет, что вы. Это самый лучший подарок. Спасибо вам большое. Можно я пойду домой? Такой домой пошел в туалет. Зачем? Рукожопый два драйв здесь, а ты в туалете. Днем рождения. Спасибо. Вот вы, Нина Сергеевна, умеете все-таки человеку праздник испортить. Зато фантазии хоть отбавляй. Ну чисто вроде. И тебе сейчас лусну. Понял. Представляете, захожу в туалет, открываю кабинку, а там вот это. С днем рождения, Рукожопый. Спасибо, Нина Сергеевна. Ну что стоишь? Задувай давай. Ну кто так задувает? Теперь не сбудется. Сбудется. Побежали, Жека. Это самый лучший день рождения в моей жизни. Спасибо, Саня. Хорошо, что крем. Что за времена настали, а? Что бы еще продать? Кондратий Кондратич, у меня для вас прекрасные новости. Что, нашел новую работу и наконец-то уходишь от нас? Какое-то у вас предвзятое отношение ко мне, Кондратий Кондратич. Я, между прочим, придумал классный стартап. Я ж просил, не материться. Чего вы не понимаете? Стартап, это значит, что скоро мы с вами разбогатеем. Я во всей округе попротыкал колеса у всех машин. И скоро к нам клиентура повалит. Им мы все наши шины испихнем. И как они к нам приедут, если ты им шины попротыкал, а? А это я не продумал. Сейчас исправлю все. Кто здесь главный? А, он. Вы что, уроды, охренели что ли? Это вы мне шины попротыкали? А с чего вы взяли? О, ваша визитка. У меня на лобовом стекле. А, это нас конкуренты, наверное, подставили. Такие сволочи, дебилы. Это мне знакомо. А, извините. А можно у вас эвакуатор вызвать? Да, конечно. Говорите номер машины. А, 0,1, 54. А, 0,1. 0,1. 54. А, 0,1. Кондратич, Кондратич, я все исправил. Мы теперь можем с вами и номера продавать. Вот отсюда переписывайте. Так, что вы там говорите? Я хотел сказать, у нас вот только что акция началась. Мы вам можем предложить 4 колеса по цене. По цене? Без цены. Без цены. Хорошая акция. Неплохая. Хорошая. Я надеюсь, установка входит в стоимость? Да, да, конечно. Мастер идет в комплекте с шинами. Окей. Заверните. Ну что ж, спасибо. С вами было приятно работать. Пожалуйста. И акция у вас очень хорошая. Стараемся. Поехали. Тут недалеко. Парк квартала. А, ну ты впусть. На троих. Я в шоке. Это просто беспредел какой-то. Ну что случилось? Опять тебя перепутали с фотороботом преступника? Да лучше перепутали. Я еще 15 суток отсидел, чем эта новая полиция. Новая полиция ту, новая полиция сё. Все с ними фоткаются. А мы что? Мы что? Хуже что ли? У меня такое ощущение, что вообще все уволились и пошли работать в эту долбанную новую полицию. Ну да успокойся ты. Ну что ты волнуешься? Ну да. Они новая полиция. Мы старая. Нет, мы даже не старая. Мы раритетная. Понимаешь? Винтажная. Даже антикварная. Антикварная. Добрый день. Коллеги. Не удержалась, раскололась. Скворцова! И ты туда же. Во-первых, не Скворцова, а сотрудник новой полиции патрульной Скворцова. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Хэштег Newpolis Игоревна. Что Скворцова? Играла в ролевые игры. Забыла снять костюмчик, да? Какие ролевые игры? Между прочим, я в отличие от вас, сдала все нормативы и поступила на работу. Да. А у новой полиции нет таких нормативов, которые ты привыкла сдавать. Ты что, оскорбление? Между прочим, у меня здесь камера, и она все записывает. И тебя снимает, и тебя. Понял? У них даже на стильсках камеры. А у нас вон одна старая клетка со скамейкой. Короче, что надо? С сегодняшнего дня я занимаюсь своими делами и делами моих девчонок. Тебе ясно? Вы что, все окружные, что ли, пошли в полицию работать? Да если б я знал, если б я знал, что у проституток такой карьерный рост, я б сам бы на трассу пошел. Да, ты Скворцова реально дала. То есть ты из самой старой профессии переметнулась в самую новую. Второе предупреждение! Ой, третье предупреждение, я вас прям тут арестую, ясно? Скворцова, если ты такая крутая новая полицейская, может, ты поможешь нам с глухарями разобраться, а? Так а что нет, расценки старые, сто баксов в час. Хватит вот этого бардака мне, хватит. Вот, на, забирай, твое дело, девок твоих, и все. То тоже. Проваливай. Те. А, нет. Смирно! Пока, менты. Наша служба, я вас на ютубах. Даже Скворцова! Я в шоке просто! Внимание, только что, в гостинице «Пассаж» найден сотрудник новой полиции, абсолютно голым. Предварительно форму украли проституткой. Собирайся, 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 на задержание поедем. А я не поеду. Не поеду. Чё? Чё не поеду? Вот пусть новая полиция всем занимается. Сильное мне дело проститутку задержать. Не проститутка, это оборотень в погонах. А хотя... Хотя я её без суда и... Почему? Я её и суда, и туда. Надежда Константиновна, мы каждые полгода сдаём деньги на ремонт, а единственное, что я вижу, это новые украшения на ваших руках. Ну зачем вы так, Александр Константинович? Это, между прочим, подарили мне благодарные родители. В прошлом месяце мы вам сдали деньги на шторы. И где они? Где? Покажите мне. А вот мы как раз сейчас выбираем шторы с французским дизайнером. Пауль, войдите. Вот, пожалуйста. Перду. Эту ткань я предлагаю повисить в кабинете в литературе. Согласна. Литература, чтобы она обвиняла этих известных поэтов, как Пушкин, Горгий и Рембрандт. О, ви, вааля. Эту замечательную ткань белую я предлагаю повисить в кабинете физики, потому что облако газа, видите, облако. О, эй, бурбе, бурбе. Эту тканину в стиле прожгло, я предлагаю... Подождите, она же дырявая. Молодой человек, я, я в дизайнер, это мое дизайнерское решение. Оно будет висеть в кабинете химии. Понимаете, реактивом прожгло. О, это надо мыслить. Солидно, солидно. Тканинно. Очень эффектно, эффектно. Сколько я там должен на шторы? Ну, все сдают по 1200. По 1200. Здесь немножко больше, ну, так сказать, от благодарных родителей. Не стоило, конечно, но спасибо. До свидания. До свидания, приходите к нам. До свидания, очень, да. Ого! Ну, что, Надежда Константиновна, вроде получилось, а? Ну, как для моего водителя почти идеально. Так, Пашка, карнизы и шторы отвезешь ко мне домой. А вот эту тряпку отнеси Нине Ивановне, нашей уборщице, она ее третий день найти не может. О, да, точно. Понял? Быстро. Да, девушка, да я вам русским языком объясняю, у меня ничего запрещенного нет. А личный досмотр покажет. Вот. Гена. Коля. Гена. Каляндрик. Девушка! Каляндра! Да, ты, ты, ты. Сколько лет? Да вот считай со школы. Ё-моё. Калян, Калян. Кристина, познакомьтесь, это мой одноклассник. Гена Тричекушки. Простите, что? Ну, Генка на выпускном умудрился пронести Тричекушки. Да, понимаешь, ты не знаешь, кто такой Гена. Гена Тричекушки, это легенда. Да, если нужно что-то пронести такое, он обязательно это пронесет. Это очень пьяный. Он, если ему надо, он спрячет так, что никто не найдет. Ни один человек. Можешь хоть с собаками искать. Калян, ты чего? Ты чего? Калян. Гена? Калян, не надо. Надо, Гена? Надо. Калян, ты чего? Ты чего, все забыл? Я как раз все помню. Развивайся. Я не понимаю, зачем? Привычка. Так, привычка. Вот это зачем? И как? Как говорится, у страха не только глаза велики. Я надеюсь, вы закончили? Я тоже на это очень надеюсь. Это, кстати, вам икорка. Гена. Спасибо. Нет. Я знаю, откуда ее. Добыли. Так, теперь немного на себя. И чуть-чуть вправо. Ай. Классно. А вот штурвал отпускать не надо. Я же тебя держу крепко. Вот и ты за меня держись. Ну, в смысле, за штурвал. Жень, а я тут повернула и поворотник не включила. Это ничего? Ничего страшного, Яночка. В воздухе не нужны повороты. Скажу даже больше, в самолете поворотников нет. Да? Да. Слушай, я там на земле мучаюсь. Надо было сразу в пилотки идти. Яночка, я тоже подумал. Что здесь происходит, Женя? Я сколько раз говорил, что женщина в кабине пилота без причины – это к беде. Сначала беда будет у нее, а потом беда будет у того, кто ее сюда притащил. Дурген Георгиевич, ну что я такого сделал? Женя, ты посадил стюардессу за штурвал. Ты идиот. Два идиота. Я вообще-то здесь. А почему ты до сих пор еще здесь? Ну-ка, марш в салон работать. Гурген Георгиевич, ну я же не совсем идиот. Я автопилот включил. Автопилот? Ты автопилот включил? То есть ты просто так меня лапал? Не хочу тебя расстраивать, но да. Женя, не хочу тебя расстраивать, но автопилот у нас не работает уже две недели. А-а-а! Ты что делаешь, Яна? Я... Яна? Я вас прошу, пожалуйста, меня замените и уберите, чтобы не держала эту жду. Ну-ка, вставай отсюда быстро к пассажирам. Если мы разобьемся, я вас убью обоих. Женя, на себя держи, я сказал. На троих. Добрый день. Добрый день. Мы с мужем хотели бы... Знаю, знаю. Хотели бы какой-нибудь отдых с перчиком в Амстердаме в районе красных фонарей. Экспериментальный секс. Класс. Нет, нам не нужен никакой перчик, мы просто хотели бы отдохнуть. Да, ну чего вы скромничаете? Знаменитая Волкин-стрит впадает Таиланду. Жрецы любви, жрецы. А кто любит? Нет, ну что ты такое предлагать? Это как-то не прилично. Да, мы хотим морское путешествие. О, у меня есть морской круиз. Лайнер свингеров. Подходит? Нет, ну это же ни в какие ворота. Простите. Как-то все в одну... Да. Да. А разве такие приличные, я предлагаю вам лето на Южном полюсе. Ночь любви длиной в полгода. Я не понимаю, у вас какие-то озабоченные туры? Да, какие-то извращенские просто. Да, а по звукам из вашей спальни так не скажешь. Что? В смысле? А то, что я ваша соседка. Здравствуй. И каждую ночь через стенку я слышу такое. Значит так, решено. Завтра вы летаете на три недели в Амстердам, все. Но. Что но, никаких но. Может тогда успокоитесь. А почему так долго? Потому что вам будут делать шумоизоляцию в доме. Весь подъезд скинулся. Давайте полюс. Э-э-э, Амстердам. Ну конечно, это все-таки. Или все-таки свингерс. Давайте все. Давайте все. Блин. Санечек, тут такое дело. Представляешь, вчера клиенту выдал кредит на пластическую операцию. И что? Что-что. А если он деньги не вернет? Как я его потом узнаю? А прикинь, он пол сменит. А-а-а-а. Очень смешно. В чем стоять это ограбление? В смысле, лежать? Нет, ну куда вы в чистом на грязное? Встаньте. Ты складывай деньги в сумку. А ты... Пойди и купи мне варенье с медом. И с селедкой, да. Вот. Ага. Ну что это за сумка? Я что, как лохушка, буду по городу с ней идти? На, это для селедки. А для денег мою возьми. Как я вам в маске? Ну, 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 такое. Так что там варенье с селедкой? Какая селедка? Какая? Вам что, трудно меня понять? Неужели так трудно понять, что мне нужно внимание? Просто. Просто внимание. Я хочу цветы. Я хочу завтраки в постель. Поцелуи. Гормоны. Ну, вот так все время у нас с женой. Ну, ничего, родит, все будет хорошо. Ладно, на, пойду ее успокою. Дорогая. Я сам чуть не родил. Ой, моя хорошенькая. Котенок! Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис! Котенок! Извини, что так до... Зайчонок? Да, медвежонок. А что ты тут делаешь? Живу. А где котенок? А кто такой котенок? А это... Это... А это настало время нам поговорить. Зайчонок. Дело в том, что у меня появился другой котенок. И когда я уходил, она была где-то здесь. Ты, кстати, ее не видела? Нет. Скорее всего, твой котенок там, где тигренок. Какой тигренок? Медвежонок. Мой тигренок. Тогда я пойду этому тигренку, повырываю усы. Тогда я твоему котенку повырываю шерсть. Ага. Ой. Что ты делаешь, дурачок? Ну что, нам же стоит еще в шкафу сидеть. Ой. 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 Так, пора остановить этих кошачьих. Ой, а подожди. Давай, может, у них хоть получится. Ой. А вдруг это судьба? Ну, судьба, так судьба. Слушай, а давай им отомстим? Давай. Давай.